Отгремела презентация iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Те, кто ее смотрел в прямом эфире, вероятно восхищались новыми технологиями и функциями самого революционного смартфона iPhone X или iPhone X, как его будут неправильно называть многие. Но одновременно с ним компания Apple представила еще и следующее за iPhone 7 поколение – это iPhone 8 и 8 Plus. Скорее всего, у некоторых, как и у меня, возник вопрос – а зачем вообще нужны эти две модели, если появился самый совершенный iPhone X? Сегодня мы попытаемся ответить на данный вопрос. Поехали! Должен вам сказать, что сюрпризов не произошло. Все утечки информации про iPhone 8 и 8 Plus оказались абсолютно правдивыми. И те, кто регулярно читал новости хай-тек, могут похвастаться знанием характеристикой этой новинки еще до премьеры. Но что это такое? Все тот же дизайн, как у iPhone 6. Добавили стеклянную заднюю крышку? Ну, конечно, это прогресс. Технологии времен iPhone 4. Теперь алюминий можно наблюдать только на торцах корпуса. Кстати, это связано с внедрением беспроводной зарядки по технологии Qi. Ну, наконец-то! Правда, по своим характеристикам она ничуть не совершеннее, чем, например, у Samsung Galaxy S5. Если присматриваться к смартфонам внешне, то новинки, кроме как стеклянной крышкой, вообще ничем не отличаются от поколения iPhone 7 и 7 Plus. Так что, выходит, новинки не стоят того, чтобы на них менять свои семерки. А вот и не совсем так. На презентации пообещали, что новый шестиядерный процессор Apple A11 будет на 25% производительнее чипсета в iPhone 7, а 10. При этом компания Apple впервые разработала собственный графический контроллер и установила его в новинке. Он будет на целых 30% мощнее предшественника. Ну что ж, подождем обновление результатов бенчмарка Antutu. На слово пока верить не будем. Сенсорные дисплеи не изменились в размерах, но получили важную технологию True Tone, которая в автоматическом режиме следит за балансом белого. Такая технология уже была внедрена ранее в iPad Pro, теперь появилась и на iPhone. Она позволяет при любом освещении показывать идеальную картинку, комфортную для глаза. Стереодинамики в корпусе теперь выдают больше басов и в целом звучат на целых 25% громче. Круто. Но главное это цена. iPhone 8 будет стоить от 57 тысяч рублей. И тут мы подбираемся к вопросу, зачем же Apple вообще выпустила смартфон, почти полностью повторяющий предыдущую модель. Ответ прост, чтобы занять все ценовые ниши в премиум сегменте мирового рынка смартфон. iPhone 8 Plus будет стоить от 65 тысяч рублей. Версии есть только на 64 и 256 гигабайт. Предзаказ будет доступен уже 15 сентября. Официальные продажи новинок стартуют 22 сентября. Стоит ли переходить на iPhone 8? Я думаю да. Если вы любите смартфоном фотографироваться, смотреть видео, ну и вообще использовать его не просто как звонилку. Потому что камера у него тоже улучшена. Если вы смотрели презентацию, то наверняка заметили, насколько круто новые iPhone снимают в темноте. Портреты, закаты, прям восхитительно. А вообще есть еще одна вещь. Ну что, one more things. Здравствуй, будущее. Как написано на официальном сайте Apple в посвящении iPhone 10. Если у вас есть буквально на 200 долларов больше, то лучше заказать именно iPhone 10. Ну что, друзья, это революция. Новый дизайн корпуса. Экран на органических светодиодах OLED с реально закругленными краями, выемкой под фронтальную камеру и множество датчиков. Дисплей занимает практически всю площадь передней стеклянной панели. Кстати, корпус также имеет и заднюю стеклянную крышку. Кнопки Home больше нет, ее убрали. Touch ID отсутствует у этого смартфона. Встречайте Face ID, новую технологию на основе камеры TrueDepth. Она производит трехмерное сканирование лица пользователя, представляете? Отсканированную модель можно использовать абсолютно для разных приложений, в том числе для новых смайлов Animoji. Основная камера с двумя 12-мегапиксельными сенсорами стала еще круче. Они теперь размещены вертикально для обеспечения функционала дополненной реальности. В портретной съемке есть возможность накладывать вокруг человека другой цветовой фон, или же убирать его вовсе. А также можно добавить дополнительный фронтальный свет. Видео можно снимать в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Вот это прям очень круто, то есть видео будет плавным максимально. Для экстрима появилась съемка 240 кадров в секунду в формате Full HD. За искусственный интеллект в iPhone X отвечает аппаратный блок процессора A11, который состоит из двух ядер. И именно благодаря ему в новом смартфоне возможна дополненная реальность. Это очень-очень круто. Обещают, что новый iPhone X будет работать на несколько часов дольше модели iPhone 7. Хм, ну посмотрим. Но самое интересное это цена. Порог возможности стать счастливым это 80 тысяч рублей за версию с 64 гигабайтами. Выбрать можно будет только между двумя цветами, черным и серебристым. Вы спросите, стоит ли его брать? Ну конечно же, если у вас есть деньги. Потому что это не просто новая модель, это юбилейный смартфон, посвященный десятилетию с момента выхода первого iPhone. Правда вам придется подождать до ноября, именно тогда начнутся продажи. У меня на этом все. А теперь вопрос, нужен ли реально вам такой iPhone? Стоит ли он лично для вас таких денег? И купили бы вы его? Пишите в комменты. А еще подписывайтесь и почувствуйте нечто иное.